Привет! Тема «Берлинский конгресс 1878 года». Берлинский конгресс 1878 года был международным конгрессом, организованным Отто фон Бисмарком. Конгресс рассматривал вопрос по реорганизации государств на Балканском полуострове после русско-турецкой войны 1877-1878 года, которая была выиграна Россией против Османской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 года была войной между Российской империей и союзными ей балканскими государствами с одной стороны, и Османской империей с другой в рамках Восточного кризиса. В работе конгресса приняли участие Германия, Австро-Венгрия, Франция, Россия, Великобритания, Италия, а также Османская империя. Конгресс завершился подписанием Берлинского трактата, который заменил Сан-Степанский мирный договор. Думаю, я сделаю отдельное видео про Берлинский трактат. Берлинский трактат. С подписанием Парижского мирного договора в 1856 году на Парижском конгрессе мир на Балканах был основан на балансе сил между европейскими странами, но с русско-турецкой войной, которая началась после Герцеговинского восстания, европейские страны, за исключением России, были обеспокоены тем, что система рухнет. Возникнут международные конфликты, и они перешли к посредничеству. Лидер Конгресса, канцлер Германии Отофон Бисмарк, стремился стабилизировать Балканы, уменьшить роль Османской империи в регионе и сбалансировать различные интересы Великобритании, России и Австро-Венгрии. Он также хотел избежать господства России на Балканах или образования Великой Болгарии и сохранить Константинополь в руках османов. Под влиянием Бисмарка Конгресс лишил османов многих их европейских владений, но отказался предоставить их России и значительно сократил завоевания Болгарии. Пострадавшим территориям была предоставлена различная степень независимости. Румыния стала полностью независимой, хотя и была вынуждена отдать часть Бессарабии России и получила Северную Добруджу. Сербия и Черногория получили полную независимость. Австро-Венгрия оккупировала регион Сан-Джак вместе с Боснией и Герцеговиной. Великобритания завладела Кипром, Болгария была превращена в полунезависимое княжество, Восточная Румелия стала особой администрацией, а область Македонии была возвращена османам на определенных условиях. Первоначально результаты были восприняты как успех в деле установления мира в регионе, но большинство участников не были удовлетворены результатами. Османы были унижены, и их слабость была подтверждена. Османская империя рассматривалась как больной человек Европы, sick man of Europe. Россия возмущалась отсутствием наград за то, что она выиграла войну. Сербия, Болгария и Греция получили гораздо меньше, чем, по их мнению, они заслуживали. Особенно Болгария, у которой осталось менее половины территории. Бисмарка возненавидели русские националисты и панслависты. Сторонники панславизма, панславизм и идеология, сформировавшиеся в странах, населенных славянскими народами, в основе которой лежат идеи о необходимости славянского национального политического объединения на основе этнической, культурной и языковой общности. Австро-Венгрия получила значительную территорию. Это возмутило южных славян и привело к десятилетиям напряженности в Боснии и Герцеговине, кульминацией которой стало убийство Франца Фердинанда «Сараевское убийство». В долгосрочной перспективе усилился рост напряженности в отношениях между Россией и Австро-Венгрией, а также усилился спор о национализме на Балканах. Недовольство результатами Конгресса накапливалось, что явно проявилось во время Первой и Второй Балканских войн. Продолжавшийся национализм на Балканах был одной из причин Первой мировой войны в 1914 году. Можете обратить внимание, на канале есть видео про Первую мировую войну, я оставлю ссылку. Субтитры создавал DimaTorzok В течение десятилетий Россия и Балканы были охвачены панславизмом, движением за объединение всех славян под одним правлением. Сан-Стефанский мирный договор, который создал Великую Болгарию, был отвергнут как проявление панславистских германистских амбиций в Юго-Восточной Европе. В России панславизм означал создание единого славянского государства под руководством России и, по сути, был синонимом русского завоевания Балканского полуострова. Реализация этой цели дала бы России контроль над Дарданеллами и Босфором, таким образом, экономический контроль над Черным морем и существенно большую геополитическую мощь. Это желание развивалось аналогично пангерманизму. Пангерманизм – культурное и политическое движение, в основе которого лежит идея политического единства германской нации на основе этнической культурно-языковой идентичности и пан-итальянства. Балканы были главной ареной соперничества между великими европейскими державами во второй половине XIX века. Британия и Россия были заинтересованы судьбе Балкан. Россия была заинтересована в регионе как идеологически, как панславистский объединитель, так и практически, чтобы получить больший контроль над Средиземноморьем. Британия была заинтересована в том, чтобы помешать России достичь своих целей. Более того, объединение Италии, Ресорджимента и Германии заблокировало способность третьей европейской державы – Австро-Венгрии – расширять свои владения на юго-запад. Германия, как самая могущественная со времен франко-прусской войны 1871 года, имела мало прямого интереса в урегулировании вопроса, и поэтому была единственной державой, которая могла более достоверно посредничать. Россия и Австро-Венгрия – две державы интересовались судьбой Балкан, были в союзе с Германией. В общем, три страны состояли в союзе трех императоров, который был основан для сохранения монархии континентальной Европы. Таким образом, Берлинский конгресс представлял собой спор между предполагаемыми союзниками Бисмарка Германии. И, в общем, до конца конгресса должен был осуществиться выбор, кого из своих союзников поддержать. Это решение имело прямые последствия для будущего европейской геополитики. Жестокость османов сербско-черногорско-османской войны и подавление герцеговинского восстания с применением насилия усилили политическое давление в России, которое считало себя защитником сербов, чтобы действовать против Османской империи. Россия добилась и получила обещание Австро-Венгрии о благожелательном нейтралитете, предстоящей войне в обмен на передачу Боснии и герцеговини Австро-Венгрии в соответствии с Будапештской конвенцией 1877 года. Будапештская конвенция была секретным соглашением между Австро-Венгрией и Россией в 1877 году, чтобы согласовать политику и разделение власти в Юго-Восточной Европе в случае войны между Россией и Османской империей. Для России получение гарантии австро-венгерского нейтралитета было приоритетом. Соглашение было заключено между императором Францем Иосифом и российским царем Александром II. Про Александра II есть видео на канале, я оставлю ссылку. Берлинский конгресс фактически отложил решение вопроса, который касался Боснии, и оставил Боснию и Герцеговину под контролем Гапсбургов. И это была цель венгерского графа Дьюэй Андраши. Субтитры создавал DimaTorzok После апрельского восстания 1876 года Болгарии победы России в русско-турецкой войне 1877-1878 году Россия освободила почти все европейские владения Османской империи. Османы признали Черногорию, Румынию и Сербию независимыми. Россия создала крупное княжество, княжество Болгарии. Это расширило сферу влияния России, охватив все Балканы, что встревожило другие державы в Европе. Великобритания, которая угрожала войной с Россией, если та оккупирует Константинополь так же, как и Франция, она не хотела, чтобы другая держава вмешивалась в Средиземноморье и на Ближний Восток. Австро-Венгрия желала, чтобы Гапсбурги взяли контроль над Балканами, а Германия хотела помешать своему союзнику вступить в войну. Таким образом, канцлер Германии Отофон Бисмарк созвал Берлинский конгресс, чтобы обсудить раздел Османских Балкан между европейскими державами и сохранить союз трех императоров перед лицом распространения европейского либерализма. Конгресс был организован в 1878 году Бисмарком, был предложен Берлинский трактат, и он был ратифицирован. Главная миссия участников Конгресса состояла в том, чтобы нанести смертельный удар по зарождающемуся движению подславизма. Это движение вызвало серьезную озабоченность в Вене. Были опасения, что славянские национальности восстанут против Гапсбургов. Британское и французское правительства нервничали как из-за ослабления влияния Османской империи, так и из-за культурной экспансии России на юг, где Британия и Франция были готовы колонизировать Египет и Палестину. По Сан-Стефанскому договору русским во главе с канцлером Александром Корчаковым удалось создать в Болгарии автономное княжество под номинальным правлением Османской империи. Это вызвало большую игру политическую и дипломатическую конфронтацию. Массовый страх британцев перед растущим российским влиянием на Ближнем Востоке. Новое княжество, включающее в себя очень большую часть Македонии, а также выход к Эгейскому морю, может легко угрожать проливу Дарданеллы. Эта договоренность была неприемлема для британцев, которые считали все Средиземноморье британской сферой влияния и рассматривали любую попытку России получить туда доступ как серьезную угрозу британскому могуществу. До открытия Конгресса премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэль уже заключил Кипрскую конвенцию, тайный союз с османами против России, в рамках которой Великобритании было разрешено оккупировать стратегически расположенный остров Кипр. Соглашение предопределило оппозицию Дизраэль во время Конгресса и побудило его выступить с угрозами развязать войну против России, если она не выполнит требования Османской империи. Переговоры между министром иностранных дел Австро-Венгрии Дюэль Андраша и министром иностранных дел Великобритании Маркизом Солдбери завершились тем, что Великобритания согласилась со всеми австрийскими предложениями относительно Боснии и Герцеговины, в то время как Австрия поддержит британские требования. Берлинский Конгресс часто рассматривается как кульминация битвы между канцлерами Александром Горчаковым из России и Отофон Бисмарком из Германии. Оба смогли убедить других европейских лидеров в том, что свободная и независимая Болгария значительно повысит уровень безопасности. По словам немецкого историка Эриха Эйка, Бисмарк поддержал позицию России в том, что турецкое правление на христианской Болгарии, которое несомненно привело к восстанию и кровопролитию, должно было быть прекращено. Он использовал восточный кризис как доказательство растущей враждебности в регионе. Конечной целью Бисмарка во время Берлинского Конгресса было не нарушать статус Германии на международной арене. Он не хотел разрушать союз трех императоров. Чтобы сохранить мир в Европе, Бисмарк стремился убедить других европейских дипломатов в том, что разделение Балкан будет способствовать большей стабильности. В ходе этого процесса Россия начала чувствовать себя обманутой, несмотря на то, что в конечном итоге Болгария получила независимость. Таким образом, проблемы в Европе перед Первой мировой войной были заметны. Как дипломатическая персона, Бисмарк смог выступить посредником на Берлинском Конгрессе. Он стремился к миру и стабильности, когда международные дела не касались непосредственно Германии. На Берлинском Конгрессе Германия не могла извлечь никакой выгоды из кризиса, который произошел на Балканах в 1875 году. Поэтому Бисмарк заявил о беспристрастности от имени Германии на Конгрессе, что позволило ему председательствовать на переговорах, внимательно следя за нечестной игрой. Хотя большая часть Европы отправилась на Конгресс, ожидая дипломатического шоу, очень похожего на Венский Конгресс. Про Венский Конгресс есть видео на канале, я оставлю ссылку. Они были печально разочарованы. Любая демонстрация была пресечена вспыльчивым канцлером Германии, послам с небольших балканских территорий, судьба которых решалась, едва разрешалась даже присутствовать на дипломатических встречах, которые проходили в основном между представителями великих держав. Поддавшись давлению России, Румыния, Сербия и Черногория были объявлены независимыми. Россия сохранила Южную Бессарабию, которую она аннексировала в русско-турецкой войне. Но созданное ею болгарское государство было разделено на княжество Болгарии и Восточную Румели. Болгария была обещана автономией, были даны гарантии против турецкого вмешательства, но они в значительной степени игнорировались. Румыния получила Северную Добруджу, Черногория получила Никшич, вместе с основными албанскими регионами Подгорица, Бар и Плах. Османское правительство согласилось соблюдать требования, содержащиеся в органическом или фундаментальном законе 1868 года, и гарантировать гражданские права немусульманским подданным. Регион Боснии-Герцеговина был передан в управление Островьянгрей, которая также получила право разместить гарнизон Санджаки, небольшом пограничном регионе между Черногорией и Сербией. Россия согласилась с тем, что Македония, важнейшая стратегическая часть Балкан, была слишком многонациональной, чтобы быть частью Болгарии, и позволила ей остаться под властью Османской империи. Восточная Румелия стала автономной провинцией, под управлением христианского правителя со столицей в Полдиве. Оставшиеся части первоначально Великой Болгарии стали новым государством Болгарии. В России Берлинский конгресс считался печальным провалом. После окончательной победы над турками, несмотря на многие прошлые безрезультатные русско-турецкие войны, многие русские ожидали чего-то колоссального, перекройки балканских границ в поддержку российских территориальных амбиций. Вместо этого победа привела к завоеванию Австро-Венгрии на Балканском фронте, что было вызвано предпочтением остальных европейских держав. Они предпочитали могущественную Австро-Венгерскую империю, которая практически никому не угрожала, могущественной России, которая большую часть столетия была втянута в конкуренцию с Великобританией в так называемой большой игре. Про большую игру есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку. Горчаков сказал, я считаю Берлинский трактат самой мрачной страницей в моей жизни. Большинство русских людей были в ярости. Произошла передача Боснии, Герцеговины и Сербии в сферу влияния Австро-Венгрии, и по сути было устранено все российское влияние из этого региона. Сербы были расстроены тем, что Россия согласилась на передачу Боснии и Австрии. Италия была недовольна результатами Конгресса. Напряженность в отношениях между Грецией и Османской империей осталась нерешенной. Босния и Герцеговина также окажутся проблематичны для Австро-Венгрии в последующие десятилетия. Союз трех императоров был уничтожен, поскольку Россия расценила отсутствие поддержки Германии в вопросе полной независимости Болгарии как нарушение лояльности. Граница между Грецией и Турцией не была урегулирована. В 1881 году после длительных переговоров был принят компромисс. Таким образом, Берлинский Конгресс посеял семена для дальнейших конфликтов, включая Балканские войны и в конечном счете Первую мировую войну. Оглядываясь назад, можно сказать, что заявленная цель поддержания мира и баланса сил на Балканах явно провалилась, поскольку регион оставался источником конфликтов между великими державами на протяжении всего XX века. Оценка Берлинского Конгресса и его результатов является спорной в исторических исследованиях. Берлинский Конгресс подвергся жесткой критике из-за откровенно империалистической торговли территориями, без какого-либо учета национальных прав проживающего там населения, и из-за краткосрочной и близорукой политики, проявленной при этом.